Кто им что? Осмогласие создал и ангелинскую систему осмогласия. Осмогласие. И у нас очень напряждано, чарательствовали. Они возняли изменения. Извинения были именно победами. То есть у нас было своё усмирное. Я вам сейчас похожую, что здесь написано, что такое согласие. Вначале хочу вам напомнить, зачитать, что каждый глаз имел также не просто там глаз, как это какая-то велозия мажорно-минорная гамма, но каждый глаз имел в себе нравственное благословское значение. Глаз первый, знаменный византийский глаз. Он важен, величественен и наиболее торжественен. Его сравнивали с солнцем. Он прогонял нервность, вялость, сон, грусть и смущение. Поэтому в первой строке тропарного и стихийного глаза были широкие шаги мелодии наверх. И у нас с вами уже в нашем квартире влюблении эти широкие шаги остались. Когда мы походим с вами тропарь «Спаси Господи Люди Твоя» это класс первый. Тут я не знаю, да? Успались «Спаси Господи Люди Твоя»? «Спаси Господи Люди Твоя» Этот шаг наверх подвесть. Он остался. Идет и знаменный византийский глаз. Глаз старый исполнен протест. Влагоголение, молотиша и печаль, отгоряя мрачные переживания. Глаз старый такой витеватый глаз. У нас тоже остался признак. Глаз и знаменного Раскёва. Этим глаз он поет сад. А тропарь на освещение куличей. Я говорю, да, он пришел из экскурсия желатин, бессмертный. И этот тропарь последний второго глаза, который сейчас появится у нас на предослужении. Основа такая осталась. Глаз третий. Глаз бурный. Он как море при непогоде побуждает нас в полный пот. Глаз третий, он тоже очень быстрый. У меня была, видимо, очень борзая для ума. Поэтому вот, если вспомните, то на него написано, когда к Пантелеймону, поется тропарь «Пантелеймону и запелить». Или запелы, да? Сейчас, два черти, четыре. Пантелеймон, не помню, все. Много напела, распела. Знаменный глаз похож. Уберет наш глаз на нем, естественно, и столько берет. Самый распеванный, мелизматический глаз. Глаз четвертый, двоякий. Возбуждает радость, он внушает печаль. Тихими, мягкими переходами тонов, он сообщает покой душе, внушает стремление к Вышнему, наиболее выражение действия на вас, Божьей благодати. Это самый популярный патригиевый глаз церковного пения. У нас тоже сейчас он сам популярный. Не буду даже пивать его, вы все его знаете. Глаз пятый. Успокаивает душевные волнения. Он подходит для плача о грехах. Глаз пятый, к сожалению, знаменитый я не могу вам напеть, потому что он отличается от того, что поется сейчас. Он справа, пятый глаз у нас становится более адаптированной к современной рукой. Ну, кому интересно, пятый глаз это Исайя Лепу поется на венчальной службе. Исайя Лепу, Небо-нибо чреве. Спокойно, на первых. Имеет восходящее движение венча. Подходит именно для плача о грехах. Опять-таки, хочу венчать глаз. Напомню, восходящее движение рукой коней, плач о грехах. И восходящее движение мелодии. Глаз шестый рождает благочестивые чувства, преданность, человечность и любовь. Глаз шестый он писал в таком печальном смысле, более каком-то, в нашем современном языком минорном. Глаз сильный, глаз мягкий, трогательный и вымещающий. Он ласково убеждает, вызывает, просит об милостивлении. Но это самый непопулярный глаз людей русского восьмогласия. И как мы знаем его пение, он так и сейчас, он очень редко поет. Этот глаз написан тропой преображения Господня. Преобразность, дай не святого рождения Господня. Вот редкий не пение. Первая строчка начинается так. Глаз осьмый выражает веру в будущую жизнь, позерцает небесный тайн, молится о блаженстве души. Восьмой глаз можно назвать еще глазом восклицания. Начинается между ними теми «Увы» или «Ох». Это глаз восповедания и похвалы. Что? Достоин и есть поет. Что-что? Достоин и есть поет за вас. Достоин и есть поет за вас. Достоин и есть поет за вас. Мы уже нашли, адаптированный партез империи. Знаменный респект на блаженстве души. А в русском осмогласии находят такое применение гласы, отвечая в византийском. Вот у нас есть восемь гласов, да? И русский, выбирая такую систему. И два – это согласие. Согласие – простое, мрачное, светлое. Четыре согласия. К каждому согласию описывал какой-либо глас, манопепт, в своей связи с телосодержанием. Я уже читала. Я сейчас собираюсь и представляю. В каждом согласии есть четыре ноты. Четыре ноты. Я говорила только на лекциях, потому что четыре ноты по внутренней, и вообще нам не знали на языке, называется тетрахорд. Согласие составлено по тетрахордам. Четыре ноты. Первый тетрахорд, второй, третий и четвертый. Первый тетрахорд, второй, звучит в нижний октаве. Низко. Это простое согласие. Из этого согласия создается капитан. На первый. Второе согласие – мрачное. Начинается от ноты до, кто не знает, до ноты фа. Уже выше будет звучать. Третье согласие – светлое согласие. Ми, да, ля. Согласие. Согласие. Загрузие. Согласие. Согласие. Восхваление. Согласие. Восхваление, воспаление, целей устания. И так еще. Согласие. и составляли напевы, составляли нас первые паспирщики в Руси. Как у нашей системы анализ, тогда были четыре согласия. Детрахорды. Причем каждое согласие обозначались как бы ноты. У нас русские ноты есть, а в них были согласные пометы. Согласные пометы – это как русские ноты у нас сейчас уже. Ну, западно-армейские ноты. Называются согласные пометы. Мы видим сервисные очки. Г-р-р-с-р-р-р. Это означение согласных пометов. Я очень люблю читать пометы расшифровок. Буква «р» означает глаголь с крыжом. Глаголь с крыжом. Да, глаголь с крыжом. Как это расшифровалось на ногах, это нет. Не расшифровали. Глаголь с крыжом. С крыжом. С крыжом. Так, с крыжом. Буква «н» означает «наш» с крыжом. Эта не обозначалась и просто нету. Перед ними остался такой крестик небольшой. Перед «г» и перед «я» крестик. Дальше. Согласные пометы «Ц» – «Ц». «Ц». Она переводится как «цельно». И если вот расшифровать, расшифровали, то означало это петь на одной ступени. «Ми», например, на русский, если говорить, внизу звукоряд. Внизу. Петь внизу на одной ступени. Цельно. Дальше. Дальше просто глаголь. Глаголь. Буква «г» просто, да? Это ступень, которая поется низко. Надо было петь низко. Если вы видели глаголь, то чуть низко надо было сказать. Просто буква «э» из креста поется низко, но повыше, чем сам глаголь. То есть если убить «н», «б», значит, вы, например, расшифровчики, как я вам видели, расшифровки «б» и «э». Вы как их споёте? Сначала споёте «п», например, да? А потом вышли «п». Как-то правильно расшифруете. То есть «п» нельзя было спеть ниже, чем «п». Я согласен. Дальше помета «С». Значай это слово. Слово больше. «Пет» должна была средним классом. Позже эта буква «э» заменена с точечкой. Уже на поздних рукописях просто словами была точечка. Значало петься в середине диапазона. Дальше помета «М». Переводится «мыслите». Поётся «мрачно». Мрачно. То есть если вы увидите после буква «г» «М», то надо будет понизить спеть её пониже и спеть её более мрачно. Вначале. Помета «П» означала «покой». И её нельзя было спеть ниже мрачного согласия. Вот только светлого, но и тресветлого её можно было спеть. Помета «П». Помета «В» означает «веден». Буква «беден». А её это всегда высоко. Если вы видели над текстом помету «В», то пели уже в согласии тресветлого. Низкие «В». Помета «М» с точечкой. «Мыслите» называется «с хохлом». И точечка как напоминает? С хохлом. Она поводом горения. С хохлом. Помета «М» ещё раз. Мыслите с хохлом. С хохлом. Да. Ну, тут как символ такое. Полгоня. Символ, символ. Дальше помета «П». «Покой» с хохломом. «Покой» — ну, собственность. И помета «Веди» тоже. «Веди» с хохломом. То есть с хохлом — это с подъёмом каким-то. Не просто спеть её, а с каким-то вот скачком. Наш современный скачок. Вот так уже. Ну, то есть не просто спеть, а я думаю, что плавно. То есть, например, у нас есть такая тенья византийская. Мы её хором очень. И там есть просто надежный вот такой вот. На эссоне держится. Вот надежный. Вот надежный. То есть они не скачком, да? А есть какие-то, которые лежат с скачком. Вот он. Поднимемся. Вот такие у нас остались согласные пометы, которыми пользовались до семнадцатого лета. В России, в отличие от зарубежной музыки, да, под европейской музыки нотная грамота появилась в одиннадцатом веке. Её создал Гвида Альтинский с трёхлинейной системой, и нотами стали сейчас описывать. А в России такими вот пометами обозначали знаками, знаками, нервными, знамёнами, да, о том сейчас я вам сказала про это. До семнадцатого века. До семнадцатого века не было нотной грамоты. Только в семнадцатом веке, уже в третьем периоде, появилась нотная грамота. Её заюстывали призовой европейской музыке. И заюстывал её, переработал для нас, Николай Делецкий. У Николая Делецкого есть труд, который появился в семнадцатом веке. Называется ему «секийская грамматика». У «секийской грамматики» впервые появился нотный стан, некий, и наши напевы, которые уже были знаменны, стали адаптироваться в нотах в семнадцатом веке. Два труда было знаменитых. Николай Делецкий написал у «секийской грамматики» или «грамматику музыки». А Иван Коринев, его сослуживец, его создадок, написал труд по исполнению. По богослуженному пению написал. Первые два капитальных мустика труда. Только в семнадцатом веке. В отличие от заболево-рогейской музыки, которые в одиннадцатом веке стали писаться нотами. Именно в «секийской» в одиннадцатом веке. Иван Коринев. Также надо сказать, заканчивая рассказ о русском «Смогласии», что в основе класса была фаперка. Фаперка была. И был основной исходный даже тон. Исходный тон класса бывался строк «к». Отсюда понятие такое может встретиться, когда вы когда-нибудь будете читать, и изучать строчное пение. Это пение по строкам. В каждой строке был основной тон, исходный. Вот этот тон оставался строк «к». И пение было по этим строкам. Строчное пение. Следующий. Мы с вами перешли теперь уже от способов для первого изнаношенного расфера как видов. Видов, видите, было пять тонн веке. Расфера называется «Столковый вид расфера». «Столковый вид расфера» — это основной расфера. «Столк» — это «свод». «Свод» всех расферов. «Столковый вид расфера». Такой расфер имеет в виду свод расферов «актойко» книг, как я рассказывал. «актойко» — «актойко» — «менее их фирмология». Восемь напарных фирм, «Ирлокный класс» — составляет «Столковой расфер». Это расфер, который живет всегда, не изменяет «Столковой». Ему начали перед с одиннадцатого века и до восемнадцатого века. «Малый расфер» — это расфер, в котором верились какие-то стихиры. Небольшие, да? «Малый расфер». «Стихиры», «Кандакима» — где-то с этим расфером. Сейчас я их прочитаю. Это пение на глаз. Вот в «Малом расфере» очень важно было маленькая, небольшая попевка, ритмическое ядро, обороты. И в конце расфера обязательно было ядро, которое называлось «Каданс». Окончание нельзя так должно было быть. И основное важное — «Интонема» называлось. «Тонема» или «Интонема» — «Итонация». И так они назначают «Стихиры», как мистихируют «Петь», как «Интонем». Это было очень важно. И почему это важно самое для нас? Потому что сейчас в нашей компонитерской современной музыке и классической музыке потом уже это всё перешло в понятие «тоник». Вы знаете, в такой музыке есть понятие «тоник», то есть это самое «тоник» произведение. Вот оно, видите, берёт своё начало ещё от знаменитого патриона. В греческой, то есть, извините, католической церкви от Греглянского пения. То есть тогда уже был «Интон». Назывался он «Тонема». А ядро, то есть перед «Тонемом» было обязательно ядро, небольшая остановка. Назывался он «Каданс». То есть причем, да, перейти к чему-то, разрешить на что-то. Почему это важно в нашей церковной музыке для современного приростного пения? Это важно для того, чтобы последние тоны и последние звуки «Сехиры», сейчас в нашей клинии, мы перед ними должны остановиться. Обязательно приходить чуть медленнее. Когда у мастер-класс по пению, недавно у мальчика «Амень», она с нами занималась умением, что в конце обязательно чуть-чуть было торможение, чтобы слова были всё чётко. Не обязательно, когда идёт, например, черков какой-то, «Слава, всё слышно, выбор». Обязательно писать «Амень» тоже надо остановиться, потому что это окончание. Оттуда же пошли «Сехиры», такие понятия, как бы… Я не знаю, но всё слышно, да? «Колен». «Колено» были, да? «Не в несколько колен». Слова не просто сами по себе, даже было как-то непорядочить, поэтому пели «Колено». И заключительное «Колено» это с двумя чёрношками, оно пело свободней, шире, медленно. Это всё было уже формировалось в «Малом Знамене Рассвета». «Малый Знамене Рассвета» развивался где-то с 17-го века, в 15-е века. Так активно такое развитие. Дальше появляется «Большой Знамене Рассвета», в 15-е, 16-е века. «Большой Знамене Рассвета» почему называется «Большим?» «Большой Знамене Рассвета» Потому что у него очень много внутри было бельматики. Бельматики – значит, украшение. Очень много распев, он очень длинный. У него пелись такие праздничные стихиры в Архиерейском благослужении. И вы знаете, сейчас у нас есть пример такого большого распева в Великопозном благослужении, когда поется «Сибеодеющийся». В Великокрасной Пятницу. «Сибеодеющийся и Акориза» очень длинный распев, на один слово там очень много, ну вы можете послушать это, понимаете. Вот сегодня в «Будь Пасе» Это пример такого уже адаптированного в наши дни большого динаменного распева. Еще такой вид распева, как путевой распев. Путь – это путевой распев от слова «путь». И обозначало торжественное праздничное пение, но оно не сильно такое было, как большой распев. Но украшало собой мелодию актойха и носов и стихиры. Путевой распев – пусть указатель был. Много было разливого вида – как городский распев, усольский распев, носовский распев. Он развивался уже позже – 15-16-18. Сам такой яркий композитор снимал с вами распев, который писали в Северщепи в 16 веке – это демерственный распев. Первый такой распев относится к 1441 году. Самый праздничный, самый дорогой распев. Могли распеваться разные местопения – и Ремская, и Невастомира, и Святой. Необязательно с Сахирой, и Росы, или Трофавричей. Вот такие вот виды распев. Сами виден. Эти с Росы написали, расливались с Богом, что он служит даже в произведения. Но и духовные стихи. В 15-ом виде представляется жанр покаянного духовного стиха. Это «Движный человечин». И известный стих, который дошел до нас. И его сделала обработка монахиня Игани Денисова. Гармонизацию сделала покаянного стиха. Это стих «Ой шли, поэшли три ангелы». Это стих «Ой шли, поэшли, поэшли три ангелы». И вот он будет распев уже, скорее всего, для местных монахинских робочек. И пространен. С мелизматикой, с украшениями. И с длинной, протяжной грудью. Мы с вами сейчас послушаем. Ушли, прошли. Слонение мужского фора. Монагия. Гармонизация, работа монахиня Игани Денисова. Вот и сон опять звучит. Вот и сон опять звучит. Мы сейчас с вами еще раз сначала до сих пор услышали, делаем паузу. Обратите внимание на ритмический взрыв там большое. Внимайтесь здесь, потому что я хочу как раз показать. В чем это происходит. Мотивация. Космиронизация. В начале ценностей, прогулка, и или нет. Ты хочешь, давай, больше. Как или нет. Как или нет. Как или нет. В чем это происходит. Сон. Продает его не симметричность, не квадратная, а свободное течение. Вроде начало начинаете ровно и все, да? Мы привыкли, а снова он будет делать, что я и... А он сбивает его. В нотах написано эта короткая длительность, и сразу просто у нее дальше идет короткая. Вот это вот достигается, такой небольшой, да? Извест, но логически. Я говорю, это очень интересно. Увести на жизнь, Добрый день я, Добрый день я, Добрый день я, Добрый день я, Мальчика Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» ПЕСНЯ ПЕСНЯ Какое у вас ощущение такое? Он чувствует динамика, про которую ты говоришь, как будто в рай душе идет, в рай. Высоко идет. Как будто постепенно идет такой верх. ПЕСНЯ 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 из византийского расхождения. Есть такая вот книжка «Визуальная культура Византии». Тут есть даже сравнительная таблица знаков ранне-византийской и русской нотации. Я вам ее немножко почитаю, потому что у них есть. Греческое название знака «Исон». По-русски «Стала» называется «Стопицей» и означало повторение ноги. Насходящая такая палочка «Охсия». Она означала по-русски «Стрела». «Стрела», «Вязка» и означало «Восходящее движение легких целей». «Крюк» по-русски, по-русски, назывался «Пертасом». «Крюк» обычный, как галочка. И означало тоже «Восходящее движение на острый интервал и легкий акцель». «Восходящее движение на острый интервал и легкий акцель». А вот «Охоскровность» есть, и не знаю. По-русски уже стало называться «Вискликсом». «Начало «Восходящее движение». Также есть аркундиятельная звена, как «Акоферма». Знаете, она осталась со стороны русских нот. «Акоферма» – «Ферма» означает «стоять» у итальянцев «ферма». По-русски назывался «Крышик». А сейчас наша «Восходящее движение» называется «Ферма». Вот такой зачеркнут «Крулы», точечка. Включает «Остановка». Когда те в чивитах узнают, они на нем останавливаются, задерживают ногу и долго-долго ее держат. Я уже читала некоторые византийские русские знаки, что понимали, что русская ракция имеет свои стоки в византийстве. И первый период развития русской нотации, это 11-13 век, как раз называется византийско-русский период развития нотации. И дальше была у нас уже в 11-14 веке наша русская кондакарная нотация. Это милизматическая нотация. Я вам рассказывала только про знания, что было два ряды знаков. Первый ряд знаков, а сверху второй. Усложненная такая. Простые знаки, здесь по сравнению. Это и есть наша русская кондакарная нотация. Кондакарная праздничная для украшения. Это пелось очень много-много-много песнопений. Меризматическая нотация в переводе на русский язык. Украшенная. Эта нотация находилась в книге Асматипон, в книгах Актоев, Триоте. С этой нотацией связано такое интересное на руси, как сказать, индейство. Интересное очень было такое пение. Анонейки и Хабугу. То есть появились очень большие распевы, а слогов не хватало. И запрещущих придумали слоги на букву Ха. Просто петь ха-ха-ха-ха. И нам-ку-ан. Или нам. И дошло до такого смешного, что уже смысл текста потерялся. Потом это осудили. И, конечно, в церкви изобретили. Так этот период назвался. В 14 веке. В пениях анонейек. Так и называлось. Анонейек и Хабуг. И придумали слоги анонейки и Хабугу. Потом изобретили. Часто. Ложи-то ели. Так не забыть. В 15-16 веке возникает общественная знамена. Аннотация. Уже такая отшифрованная. Знамена, которые там видят. Появляются еще специальные киноварные красно-пометные книги. То есть, если сначала было все черным. Потом появляются киноварные и красные пометы. Как о особенности подчеркивания смысла текста. То есть, смысловые моменты, они выделяются этими пометами. Выспели более четко, более динамично, более ясно. Киноварные пометы так называются. И вот, когда формируется вся эта нотация. В 15-16 веке присуща строгость, размеренность, четкость линий и монументальность. Из всей нотации очень интересные такие есть фигуры. Как фита и лицо. Фита обозначалась просто таким кружочком и перечеркнутым малочком. Фита ставилась сначала текстом. Например, видим фита. Это означало то, что надо это распеть. В славянском Конфомите фитале 34-я лупа. Ей обозначалась очень длинный распир. А в греческой музыке фитой обозначалась модуляция. Модуляция – это значит переход от одного до пива к другому пиву. В греческой модуляции фита. А в русской музыке фитой обозначался длинный, приложительный, мариационный. Его можно было даже импровизировать на пиве. А лицо обозначалось тремя точками. Просто посадящий фитал. Примерно так же, как в песне. И в греческой. В греческой. В греческой. В греческой. В греческой. Тоже, как основной знак. Нотации. Я сейчас сыграю небольшой фанатик. Магнитисы на кресло. Когда дворя по шифровам. С этими знаками. Как он звучал? Я вам дам посмотреть, что спешка написана без нами. Как их расшифровались элементы уже в Музыкаледы, в третьем снимании, в том числе, фрагмент «Кандака» вознесся на крест в море. «Кандака» – пресс-назвижение креста Господа. Последнее, что я хотела сказать – это небольшой эксперт в керчевскую культуру Руси. На самом деле все поем на звитосах, например, «Клювенка» и «Клювенка» и «Клювенка». Поэтому мы должны об этом знать, что первый период – это XI века – на Руси перегименческий хад, где шла на любую очередь «Перчих». И основной рейдинг назывался «Доместик» на Руси. На месте кучил «Перчих», проводил службы, дирижировал, управлял. Да, я сейчас там буду рассказывать. Но это больше всего четырех часов культуры. Что помимо вот этих плодинаминов, нервных знаков, амитаций, были также еще херео-химические знаки для рейдинга. Как вести рукой. Вниз, вверх, вправо, вверх, вверх, вверх. Они составились даже в третьем ряду написывать в книгах. Херео-химические знаки. В XI веке первым появляется сведение о святом Феодосии, который как бы положил начало русскому циркому и литерическому церкви. Он писал о феодосии Печески писал о феографическом порядке на Клирисе. «Пение псалмов неприлично с иноком перегонять их друг друга и производить ведь порядок. Надо было смотреть на старейшего, да, Мексика, на Ригу, и начинать пение «Ой, Бог, Адамик». Точно так же, когда иноки перед началом и окончанием пения расстаниваются между собой, и надо смотреть на старейшего. Это вот его примеры. Вообще, иноки должны усвоять церкви с величайшим младовением, куда свыше «Ухметь и сад, и воздушно с невидимым Богом», который ведет самые сердца наши. Это поведение на крылость, то, что тогда было сказано. В величайшем младовении церкви. В 15-м, в 11-м веке, в 11-м веке, не сохранилось сведения о том, что были для распевших, если она не сохранилась. Первое имя сохранилось в 14-м веке. Маркел и Иванович, как его звали. Бровгородский. Он распил псалтей. Маркел без Бровгорода. Уже позже в Новгороде появляется школа Бровгородская, 15-16 век. И известные братья Роговы. Василий и Саворова. Впоследствии Василий стал мемополитом Валимом. И для них тоже очень много распевов появляется. Роговские распевы уже поздеваются. Потом уже были лавы. Распелы тоже лавы. В это же время, при царе Иване Брозне, появляется школа в Александровской Слободе, московский шпион. Это распевчик Иван Мосс, федрохристианин. Они распыли триодь. Триодь – это служба постной триоди. Постной пасхи. Неизвестная триодь. Она используется после пасхи. Цветная – это от пасхи до Троицы. А постная – от Великого поста до пасхи. Там пихиры. Слободные. Пасхальные. Пасхальные службы были в постовых службах. И распели распевчики Иван Мосс и хода христианин. В 16 веке развивается школа Уссольская. И распевчик Стефан Болыш. В 1668 году распевчик Хадей Суботин, распевчик Троицынской школы, создавил Азбуку на певах. Это первая книга Азбука. Азбука – знамя по распевам. Она создавается сейчас. Она для тех, как есть. И можно к ней иметь доступ. Это краткая сведения о певческой культуре. И нам сказать, что певческая культура, она очень была высокой на Руси. Развивалась моросырях. Они очень следили. Были легенды певческой школы. И вот то, что было такое раньше представление о том, что до 17 века на Руси так авокард пели, там как-то не было. Чего этого не было. Было очень высокое образование. Особенно за этим следили и князья. Ярослав уже сидел в нем в певческой специальной школе. И уже потом, и после Моргойского нашествия в Иване, была высотая певческая культура. Храм первого мужчины. Женщины стали петь уже после 19-го. А можно вопрос. Как вы служались в монастыре? Какой? Женство монастыряное. Женство монастыряное. Женство монастыряное. Женство монастыряное. Женство монастыряное. Сейчас конкретно на год идет, примерно 100%. Насколько я встречала, что женство монастыряное появилось уже ближе к концу 19-го века. Кроме он храм. Пели мальчики. Вот в нам же китайской тверке Мальчики пели. А у нас и мужчины пели. Распевчики были. Распевчики все были по 16-й, да? И все мужчины. Женщины были. Дисанк, человек приехал в Париж и удивился, что он пелет женщины по масламу на камеру. Первый раз рассеечивание. И пели что-то. Когда появился портель с Ангелем, после 18 века, там уже появились женщины. В Артнянске, Березовске, конец до 17 века. Но до 18-го, 17 века знаменимый респект очень. Респект очень можно сказать, до 17 века, перед опытом еще. В заключение нашей лекции я хотела бы вам рассказать, чтобы вы прониклись в песнопение Великого Поста и Дальнего Пенера. Мы послушаем с вами вместе с Ангелем песнопения Великого Поста и Дальнего Пенера и Спасии. Сегодня тоже буду отвечать. В исполнении портель север-славы по наполнениях Мадырикина Великого Поста. Послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok